Доброго дня, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев и вы смотрите YouTube канал Планета Дзюдо и нашу специальную рубрику Библиотека боевых искусств. И сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным изданием. Точнее, даже это не совсем издание, одна книга. Это ряд книг, но мы начнем с первой книги. Это научно-методический сборник Хиден. Боевое искусство и рукопашный бой. И несколько слов об авторе этого сборника. Автор этого сборника Алексей Горбылев. Журналист, международник, востоковед, японист, кандидат исторических наук. Алексей Горбылев много лет занимается вопросами изучения боевых искусств, истории боевых искусств. Он является доцентом в кафедре истории и культуры Японии, читает курсы по истории Японии, а также является мастером боевых искусств. Итак, у меня в руках первый выпуск научно-методического сборника «Хиден. Боевые искусства. Рукопашный бой». Мы видим, что книга очень хорошо оформлена в жестком переплете. Очень хороший набор текста, бумага. И я хочу вначале зачитать небольшой отрывок обращения Алексея Горбылева к своим читателям в первом выпуске этого научно-методического сборника. Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается научно-методический сборник «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой». Японское слово «Хиден» буквально переводится как «тайное наставление», «тайная передача», «передача секретов». Обозначает секретный уровень знания школы, рассчитанные на ученика, прошедшего многолетнюю подготовку, заслужившего доверие наставника и во всех отношениях достойного, чтобы им были раскрыты истинные секреты мастерства. Понятное дело, что никаких сверхсекретов в сборнике раскрывать не планируется. Тем более, что автор некогда вообще поставил под вопрос само существование таковых. Но на серьезный разговор о важных вещах рассчитывать можно. «Хиден» мыслится как продолжение и развитие лучших традиций, завоевавшего признанию специалистов и популярностью масс поклонников боевых искусств журнала «Дадзё» – образца 2000-2005 годов, очищенного от всяческой рекламно-конъюнктурной шелухи. В сборнике будут публиковаться разнообразные исследовательские статьи, посвященные различным аспектам истории, теории и методики боевых искусств и рукопашного боя, а также важнейшие сочинения мастеров прошлого, интереснейшие документы, отражающие развитие боевых искусств и рукопашного боя на том или ином историческом этапе. Я не буду дальше зачитывать вам это обращение к читателям. Я думаю, что вы, когда приобретете такую книгу, сами уже прочитаете это обращение. Но первый том, первый выпуск этой книги, ну, немножко так я сделаю анонс и скажу, что здесь написано. Еще раз вам хочу сказать, что эта книга не вышла сегодня. Первый том мы просто сегодня говорим о этом научно-методическом сборнике ХИДЭН, но он выпускается уже давно. И конкретно первый выпуск, я сейчас вам скажу, был сделан в 2010 году. Поэтому уже 10 лет этому сборнику, но, возможно, вы еще не видели его или не слышали о нем. Поэтому я думаю, что он будет очень интересен мастерам боевых искусств, тех, кто практикует, преподает различные направления боевых искусств. Итак, в первом выпуске. Что, о чем мы можем узнать? Итак, эволюция представлений о назначении воинских искусств в трактовках смысла иероглифа У. Это исследование Алексея Горбылева. Очень интересный материал. Дальше в этом выпуске. Совместное исследование Алексея Горбылева и Натальи Демченко. Становление концепции ката в традиционной японской культуре. На мой взгляд, очень интересный материал. Хочу также несколько слов сказать о соавторе Натальи Демченко, преподаватель специализации Кио Ксюнкай, кафедры теории методики восточных боевых искусств Российского государственного университета физической культуры. Имеет четвертый данный. Так что, очень интересный материал. Далее, в этом первом выпуске можно прочитать также материал Алексея Горбылева «Японская учебно-методическая литература по карате 1922 по 1944 года». Очень интересный материал. Здесь собрана различная информация о литературе, которая издавалась с того времени различных мастеров боевых искусств. Так что, те, кто практикует карате, достаточно и очень интересный материал. Что касается тех, кто практикует дзюдо или дзюдзюцу. Здесь есть очень хороший материал. Это перевод текстов Кана Дзигора, его лекций, общие сведения о дзюдо и его ценности в деле воспитания. Я считаю, что это очень важный материал для тех, кто практикует и преподает дзюдо. Этот материал позволяет более глубоко взглянуть на то, что вкладывал в понятие дзюдо Кана Дзигора. Следующий материал, который в этом первом выпуске, это материал, также перевод лекций и текстов Матобу Тёки. Окинавское кулачное искусство. Карате дзюцу. Раздел Кумите. Также очень интересный материал. Очень интересный материал вы видите здесь с фотографиями. Здесь фотографии различных упражнений. И он будет очень интересен, этот материал также. Не только для тех, кто практикует карате, но и также для других специалистов из других областей боевых искусств. Вот такой очень замечательный сборник, научно-методический сборник Хиден, боевые искусства и рукопашный бой. Это первый выпуск. Мы также поговорим о следующих выпусках в нашей следующей передаче. Рекомендую и до новых встреч.